МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На базе Одинцовской областной больницы работает Центр рассеянного склероза о задачах, сотрудниках и пациентах. Мы сегодня поговорим с его руководителем Андреем Шаталином. Здравствуйте. Вы смотрите программу Формула здоровья. Меня зовут Евгения Августина. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Как выяснилось, далеко не все знают, что такое рассеянный склероз. Многие считают, что это исключительно проблемы с памятью. Но это далеко не так. Расскажите, пожалуйста, что это за заболевание? Совершенно верно. С периода нашего открытия с 2021 года, мы все время сталкиваемся с этой проблемой. Люди думают, что рассеянный склероз – это проблема, исключительно связанная с нарушением памяти. Но это далеко не так. Это болезнь молодых. Она хроническая, прогрессирующая. Довольно тяжелый неврологический недуг, который чаще всего развивается у молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет. И, конечно, наносит заметный урон общественной и социально важной группе населения. Поэтому задачей нашего центра является предупреждение и лечение этого серьезного недуга. А почему у молодых людей вот этот страшный диагноз появляется? Это очень сложная проблема. Она связана с действием многих факторов. Обычно это сочетание как генетических внутренних факторов, так и внешних факторов окружающей среды. Динамика жизни сильно меняется, информационная нагрузка растет. Мы живем в полосе, в которой зачастую испытываем дефицит микроэлементов различных. И так далее, и так далее, и так далее. Конечно, все это накапливается, и в совокупности у человека развивается этот тяжелый недуг. Но надо заметить, что еще Одинцовский, например, или Нарфаминский городской округ, они отличаются разношерстностью населения, высокой плотностью, высоким уровнем этажной застройки. Мы считаем, что, традиционно считаем, что отличие городских жителей от сельских заключается как раз в росте именно так называемых нейромонологических заболеваний, в том числе рассеянного склероза. То есть городская жизнь, она буквально в смысле вредна для здоровья? О да, нередко это так. На какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы как можно раньше эту болезнь можно было диагностировать? Вообще рассеянный склероз обычно, его называют рассеянным, в том числе и потому, что у него бывает больше 150 различных симптомов. То есть это не люди рассеянные, это просто симптоматика рассеянная, и чтобы собрать все это в кучу, нужно немало сил приложить. Да, название рассеянный исходит от того, что картинку, которую мы видим в результате проведения МРТ, это разнородные бляшки в веществе головного мозга с повреждением проводящих путей, так называемых белого вещества. Не будем вдаваться в такую глубокую научку. Скажем, что этих бляшек много, они располагаются на разных уровнях центральной нервной системы головного и спинного мозга, поэтому называются рассеянным. А склерозом, потому что формируются бляшки так называемые. Симптоматика рассеянного склероза, она складывается из трех основных столпов. Это нарушение функции зрения, нарушение функции движения и нарушение чувствительности. Например, человек просыпается утром и замечает, что у него, например, ослеп один глаз. Или снизилась чувствительность в руке, ноге, или половине тела. Или отмечает головокружение, или неустойчивость при ходьбе. Конечно, если эти симптомы сохраняются более суток, то это требует незамедлительного обращения к врачу. Желательно к нам. Потому что мы проводим еще аналитику первичных случаев заболеваемости рассеянным склерозом. И видим, что далеко не всегда сразу удается попасть к нужному специалисту на прием. И сейчас мы работаем над тем, чтобы оптимизировать этот процесс. А насколько врачам сложно диагностировать эти симптомы, собрать в кучу и поставить правильный диагноз, не спутать с другим неврологическим, в том числе, заболеванием? Несмотря на то, что, вы знаете, рассеянный склероз давно изучается, постановка диагноза довольно сложная. Почему? Потому что симптомов очень много. И не всегда диагностическая мысль выводит именно на это заболевание. И несмотря на то, что накоплен огромный фактический материал по этому заболеванию, до сих пор он считается диагнозом, скорее, исключением. Поэтому зачастую это представляет серьезные трудности. И вот одной из задач Центра рассеянного склероза, в том числе, является посещение телевидения или средств массовой информации, репосты в социальных сетях или работы на конференциях, которые позволяют донести, в том числе, до врачей мысль о том, что не стоит упускать из внимания это тяжелое неврологическое заболевание. Что иногда мягко протекает и не всегда дает явную клиническую картину. Но здесь классическое правило работать. Чем раньше выявлено, тем легче, чем качественнее будет жизнь у пациента с этим диагнозом. Совершенно верно. Это является в том числе одной из наших задач основных. То есть ранняя диагностика и постановка диагноза правильная. Почему? Потому что раньше традиционно считалось, честно говоря, что эта тяжелейшая и неизлечимая болезнь, она очень быстро приводит к смерти. Сейчас это далеко не так. И пациентов, которых мы ведем, они, как правило, сохраняют довольно высокий уровень жизни, качество жизни. И препаратов появилось очень много, терапевтических опций, так называемых, которые позволяют нам контролировать заболевание. И это очень важно. Это колоссальный прорыв за последние 30 лет. Порой дух захватывает научные достижения в этой сфере. Слава Богу, что они есть. Вы уже сказали несколько основных задач Центра рассеянного склероза. Давайте остановимся на этом поподробнее. Основные задачи Центра. Зачем он был создан? Если Центр появился, значит лет, что больных с этим диагнозом становится все больше. Честно говоря, да. Пациентов становится больше. Порой ОТРА берет от статистических выкладок, которые мы получаем. Это проект Минздрава, который создавался в дополнение к имеющимся уже крупным проектам. И радует то, что он получил вот эту первую жизнь, первый старт. И он стал эффективен и, самое главное, полезным для жителей всей Московской области. Поскольку аналитика Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, нашей главной областной больницы, показывает, что обязательно существование Центров рассеянного склероза на периферии, и в городах-спутниках Москвы, и в отдаленных уголках, потому что заболеваемость выросла практически в два раза. Ну, конечно, это связано и с особенностями диагностики. Появление такого центра в структуре больниц обычно приводит к увеличению диагностики. То есть выявлять просто старик. Да, выявляемости. Плюс мы подсобираем людей, которые длительное время обращались к врачам, но диагноз не был установлен. Ну и много-много-много других факторов. Поэтому наше существование, оно очень актуально, оно необходимо. И время показывает, что мы добились заметных успехов в этом плане. Что еще хочется сказать? У нас широкий набор различных терапевтических возможностей. Мы консультируемся с ведущими специалистами по рассеянному склерозу и с пионерами отрасли, которые позволяют нам организовать работу правильно. В нашем штате, в нашем составе существует как Центр амбулаторной помощи, так и дневной стационар и широкие возможности для направления пациентов на лечение в круглосуточные стационары, потому что порой требуется серьезная помощь. И мы построили свою работу в том числе с учетом опыта наших коллег, например, в Санкт-Петербурге или крупнейших центров в Москве. Это позволяет нам оптимизировать нашу деятельность так, чтобы человек быстро и своевременно квалифицированную помощь мог получить. А это очень важно. А кто работает в Центре? Это только врачи-неврологи или есть и другие специалисты? У нас работают только медицинский персонал неврологического профиля, включая медсестер и врачей-неврологов, наших консультантов. Но, честно говоря, мне всегда очень нравится это говорить. В нашей команде все врачи Одинцовской областной больницы, поскольку так или иначе они обращаются к нам, присылают к нам пациентов или консультируются по вопросам рассеянного склероза на местах, что называется, во время, в том числе, амбулаторного приема. Поэтому, в принципе, нашими внешними совместителями можно считать всех врачей больницы. И это очень здорово, потому что вовлекаемость в информационный процесс, в процесс получения информации, в процесс лечебной деятельности для пациентов с рассеянным склерозом, конечно, для всех врачей он очень важен и он составляет очень большие цифры. То есть мы проводили анкетные исследования, у нас 90% врачей оказались заинтересованными в проблематике рассеянного склероза и готовы совершенствовать свою информацию в этой сфере. То есть такое хорошее направление. Это здорово, когда одна большая команда работает на общие результаты. То есть мы получаем вот этот пресловутый междисциплинарный подход, который нередко очень сильно теоретизированный. Не всегда понимаешь, что это значит. А здесь практика. Да, в Одинцовской областной больнице. Это огромный плюс. Я всегда благодарю в том числе сотрудников, нашу основную команду управления, администрации Одинцовской областной больницы, которая позволяет нам это делать. И не первый раз, приходя на интервью, я хотел бы выразить им огромную благодарность. Ну и всем, а не всей, конечно, команде. Междисциплинарный подход работает у нас. К вам в центр могут обратиться люди только с подозрением, либо с уже установленным диагнозом рассеянный склероз, или другие заболевания также вы лечите? Мы называемся «Центр рассеянного склероза» и других нейромонологических заболеваний. К ним относится, например, такая группа недугов периферической нервной системы, как полинейропатия. К сожалению, пациенты, которые столкнулись с этой проблемой, они знают, что такое полинейропатия. Это группа нейромонологических заболеваний, которые нередко связаны с нарушением функций движения. И обусловлены не столько патологией головного или спинного мозга, а периферических нервов, которые как струны отходят от структур головного и спинного мозга. А также пациенты с миостынией, тяжелая прогрессирующая болезнь, которая приводит к нарушениям дыхания и движения. Таких пациентов мы тоже подсобираем под своим куполом, потому что они требуют по-настоящему персонифицированного подхода. С каждым из них нужно заниматься отдельно. Много ли пациентов в этом году уже прошло через центр? О да. Мы сейчас как раз ближе к Новому году подведем статистику. Оказалось, что мы стали не только узкоснаправленным, узкоспециализированным центром, но и центром принятия решений по неврологии в Одинцовском районе вообще. Ну и зачастую в Нарафаминском тоже. Поэтому к нам обращаются пациенты, конечно, и других профилей неврологических за получением второго мнения в том числе. И мы им не отказываем, честно говоря. Мы всех консультируем. Мы берем особо сложные случаи, которые действительно порой вызывают заметные трудности в клинической практике. Не всегда врачам первичного звена понятна ситуация с пациентом, особенно если у него есть неврологические проявления. Поэтому мы тоже стараемся с ними, конечно, работать с особо сложными пациентами. У нас мы провели больше 5000 консультаций за год. Это очень хорошие показатели. Динамика первичной заболеваемости у нас составила 156 человек. Это тоже, честно говоря, довольно большие цифры. Они завораживают. Вот если мы возьмем ранние монографии по работам, связанным со статистикой ростинсклероза, то среднегодовая частота прироста составляла, ну, там, 20 человек, а сейчас 150. То есть это заметные цифры. Конечно, они завораживают в нехорошем смысле. Поэтому они требуют всегда оптимизации работы нашей, правильной оптимизации и правильной лечебной тактики, скажем так. Да, есть над чем подумать. А вот давайте над таким техническим вопросом с вами поразмышляем. Пришел, да, пациент. У него есть возможность попасть на прием к доктору, есть дневной стационар, да? Вот что происходит, когда человек обращается к вам в центр? Вот такая маршрутизация. Давайте о ней поговорим. Во-первых, нам можно попасть по направлению формы 057У, установленной Министерством здравоохранения формы. Даже если это какой-то отдаленный уголок, а мы, по сути, сейчас отвечаем за весь, всю западную часть Московской области. То есть это не только Одинцовский и Нарфаминский городской округ. Мы про это уже неоднократно говорили. Это и жители, например, Можайского района, ну, и смежных соседних районов, потому что нашим коллегам из Красногорского, например, Красногорского городского округа, мы тоже нередко помогаем, тоже работая как сплоченная команда. Ну, и из соседних округов тоже. Поэтому, если врач на первичном приеме, к нам может давать направление любой врач, любой, по направлению формы 057У. Для этого даже не обязательно фиксация его в медицинской информационной системе ЕМИАС. Это совсем не обязательно. То есть, если мы видим, у нас были ситуации, когда фельдшер с Кокушевского пункта давал к нам направление, и он оказывался прав в постановке диагноза. Поэтому наличие компьютера системы ЕМИАС к нам даже не обязательно. Нам важно, чтобы человек к нам попал. Дальше мы его сами зарегистрируем в системе, создадим амбулаторную карту. Прикрепление для того, чтобы проконсультироваться у нас в центре, не обязательно. Это направление 057У. Также любые смежные врачи из стационаров могут к нам направить на сайте МАСОРС. Это Московская областная ассоциация пациентов с рассеянным склерозом, потому что мы работаем с пациентскими организациями. И наша основная патронирующая организация – это МАСОРС. Есть все необходимые контактные данные. Кроме того, мы рассылали информационные письма по больницам и нашим подразделениям. Одинцовская областная больница – это огромный медицинский комбайн с нашими контактными данными, телефонами и так далее. Ну и, конечно, напрямую запись врач-врач через медицинскую информационную систему ЕМИАС к нам доступна. Так что возможностей получить у нас лечение на самом деле очень много. И мы стараемся работать над тем, что если возникают какие-то изменения в плане информирования граждан, мы стараемся их операционно отслеживать. Все необходимые исследования, необходимое лечение можно получить прямо в центре или возможно, что нужно это исследование, для этого нужно будет поехать в другое какое-то место? Мы пользуемся диагностическими возможностями всеми Одинцовской областной больницей. И они очень широкие, эти возможности. То есть, в принципе, у нас все есть? У нас все для этого есть. Да. Для того, чтобы закрыть потребность по Одинцовскому городскому округу, у нас существуют все необходимые ресурсы. Конечно, мы используем тяжелое оборудование в постановке диагноза. То есть, это такая высокотехнологичная история, связанная с применением магнитно-резонной степографии, что у нас тоже есть. И ряда очень сложных функциональных исследований, которые мы тоже проводим. Конечно, нередко для получения, в том числе, второго мнения, у нас есть возможность маршрутизации пациентов в Москву на лечение или диагностику в ведущие центры рассеянного склероза федерального уровня, потому что мы с ними дружим. Это и научный центр неврологии, и федеральный центр мозга и нейротехнологии, и много-много других центров, которые занимаются таргентной, то есть узкоспециализированной, узконаправленной диагностикой нейромонологических заболеваний. Это относится не только к рассеянному склерозу, в том числе и к миостении, и к полинерпатии группы, и так далее, и так далее. То есть, все возможности для того, чтобы и в Одинцово, и отправить на аутсорс, чтобы получить второе мнение, у нас есть. Мы в этой студии и в принципе в эфире неоднократно говорили о диспансеризации, да, если возвращаться к вопросу, к направлению пациентов, а в ходе диспансеризации бывало так, что пациент оказывался вашим? Да, конечно, безусловно. Это было, есть и будет. Очень хорошее замечание ваше по поводу диспансеризации. Дело в том, что диспансеризация – это наша идея фикс. Мы считаем, что профилактика гораздо важнее, чем лечение. И это такое классическое правило медицинской деятельности. Поэтому пациентов с рассеянным склерозом, в том числе, честно говоря, всех пациентов, которые попадают к нам в консультацию, мы стараемся проводить через начало отдела диспансеризации. Поскольку это углубленное понимание состояния здоровья человека вообще и состояния здоровья внутренних органов. И благо у нас есть огромный диспансерный отдел, который нам тоже помогает, в том числе в постановке диагноза и в скрининге наших пациентов. Потому что пациент с рассеянным склерозом, он неоднородный. Это человек не только с этим неврологическим заболеванием. Люди имеют свойство стареть, люди имеют свойство приобретать другие заболевания. Поэтому, конечно, отслеживание не только динамики нашей болезни, мы не должны на ней зацикливаться, но и состояние здоровья всего организма для нас очень важно. Поэтому диспансеризацию проходить очень и очень нужно. Диспансеризацию проходить обязательно всем. А если говорить про профилактику рассеянного склероза, что можно сделать, чтобы предотвратить? К сожалению, сейчас не существует методов некой профилактики. Потому что мы считаем, что это заболевание все-таки имеет довольно сложное происхождение и довольно сложные механизмы развития. Мы занимаемся вопросами профилактики у людей, у которых уже установлен диагноз. Для них профилактические меры могут существенно помочь, чтобы не допустить развития обострений. Потому что я напомню, что рассеянное склерозозозаболевание, которое протекает с периодом ремиссии, когда человек себя хорошо чувствует, и с периодом обострения, когда, например, снижается зрение, чувствительность или происходит двигательное нарушение. Вот для них профилактика очень важна. Мы говорим им, чтобы они не перегревались, потому что нагревание, общее нагревание тела влияет на развитие обострений. Чтобы они не принимали определенные препараты, которые могут потенциально вызвать дебют заболевания или его развитие. И так далее, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, средства профилактики – это средства здорового образа жизни вообще. Правильное питание, достаточный уровень двигательной активности, исключение информационного шума, который мы так любим, скроллинг-ленты, заметная информационная нагрузка. Вообще современный человек испытывает потребность в постоянном получении информации. Это не всегда полезно для мозга. К сожалению, да, а дети – так вообще кошмар. О да. Чего уж тут греха таить. А пациентам с уже поставленным диагнозом еще важна и реабилитация. Скорее всего, как она проходит? У нас 24-й год пройдет под эгидой реабилитации. Потому что мы научились останавливать болезнь или заметно снижать выраженность проявления заболевания. И следующее, что нам необходимо сделать, это вернуть человека в социум. Вот это очень важно. Поэтому мы сотрудничаем с рядом реабилитационных центров, как в Одинцовском районе. Нам помогают здесь и федеральные центры, которые на нашей территории расположены. Личебно-реабилитационный центр Юлдина, например, 123-я клиническая больница. И много-много-много других подразделений, в том числе федеральных, которые находятся. Так прибегаем к помощи наших соседей из Красногорского городского округа или другие реабилитационные центры Московской области. Потому что нам дан зеленый свет, мы пользуемся всеми возможностями системы ОМС. И, конечно, крупнейшие московские реабилитационные центры нам очень в этом помогают. Мы всегда, когда берем пациента на первичный прием, мы всегда оцениваем его реабилитационный потенциал. Даже если человек не испытывает существенных трудностей. Вот ему только поставили диагноз. Только вот он получил лечение, обострение оккупировано. Мы сразу оцениваем его реабилитационный потенциал. И сразу замечаем, куда нам лучше его направить, чтобы он получил качественное восстановление. И мы большую роль отводим также немедикаментозным методом лечения, в том числе рассеянного склероза или местонии. И у нас самая главная наша цель – это попытаться людям донести, что не только в условиях круглосуточных стационаров или дневных стационаров или больниц необходимо заниматься собой, поддерживать достаточный уровень двигательной активности, не перетруждаться, не перегреваться и так далее. Но и делать это дома на регулярной основе. И иметь для этого цель, заметную цель. Например, сегодня я пройду больше полукилометра. Сегодня у меня такая задача. Или сегодня я займусь гимнастикой вот такой-то по этой программе. Для нас тоже это очень важно. Мы стараемся пациентов все-таки ориентировать на домашние программы. Для пациентов, наверное, это самое сложное. Самый контроль – это всегда очень тяжело. Совершенно верно. Вообще в развитии течения неврологических заболеваний потери мотивации – это один из таких якорей, которые зачастую приковывают человека, нередко даже к инвалидному креслу или кровати. Потому что люди теряют мотивацию. Самое тяжелое, что может быть вообще в медицине, в медицинской практике, в клинической – это потеря способности ходить или снижение темпов ходьбы. Это как раз, к сожалению, вот наша проблема. И, конечно, мы наших пациентов, потому что мы все как одна большая семья уже за это время стали, мы, конечно, их вот все подначиваем, подначиваем, подначиваем. Иногда, конечно, применяя для этого даже лекарственные методы. Психолог может помочь в такой ситуации? Да, безусловно. И психолог в штате Одинцовской областной больницы у нас есть. Очень хорошего качества. Аккуратно скажу. Очень хорошего качества. Конечно, безусловно, да. Это работа междисциплинарной команды. Мы привлекаем всех. То есть надо еще заметить, что урологи, другие смежные узконаправленные врачи, специалисты при реабилитации, которые у нас есть в штате, в штате Одинцовской областной больницы, они все так или иначе вовлекаются в процесс реабилитации. Поэтому и результат работы высокий. Какие еще планы на 2024 год у Центра Российной склерозы? Планы очень большие. Это не только совершенствование методов реабилитации. Я смею напомнить, как раз пользуясь случаем, что у нас существует большой реабилитационный хаб на базе клинической больницы номер 45, но это поселок Горбольница 45, это реабилитационный центр комплексной восстановительной медицины и реабилитации. Он находится в поселке Горбольница 45 в Звенигороде. Мы хотим создать реабилитационные программы для наших пациентов исключительно в рамках этого центра, чтобы у нас была прямая маршрутизация на реабилитацию с учетом узконаправленной специфики нашей деятельности. Вот это очень важно. И помимо реабилитации у нас самая главная для нас задача это совершенствование методов научно-практической деятельности. Что это значит? Это значит отслеживание деятельности и влияние лекарств на организм. Потому что сейчас появилось большое количество оригинальных молекул для лечения рассеянного склероза. Конечно, огромное количество молекул выходит на российском рынке фармакологическом и используются российские молекулы, в том числе в рамках импортозамещения. И сейчас мы пришли к тому, что мы получили огромный портфель лекарственных средств для эффективного лечения рассеянного склероза российского производства. Вот это очень здорово. И наша задача в реальной клинической практике теперь будет посмотреть в течение следующего года, как эти препараты работают, какие там есть подводные камни, выработать, может быть, какие-то протоколы управления рисками на этих лекарствах. Потому что это, к сожалению, не аскорбинка, они довольно жестко работают порой. Спасибо большое, Андрей Владимирович, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Будьте здоровы и до новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...